Сахарный диабет – это хроническое эндокринное заболевание, которое характеризуется повышением концентрации глюкозы в крови из-за полного отсутствия или недостаточной выработки в организме гормона инсулина. Выделяют сахарный диабет первого типа, инсулинозависимый, и сахарный диабет второго типа, инсулинозависимый. Первый тип инсулинозависимый встречается, как правило, в молодом возрасте. Вот в этом промежутке от рождения до 33-го возраста, как правило, к сожалению, может развиться сахарный диабет первого типа. И эти пациенты становятся так называемыми инсулинозависимыми, то есть они могут, так будем говорить, сохранять свое здоровье, работоспособность и так далее только благодаря введению в виде уколов лекарственного препарата, который называется инсулин. А второй тип диабета, инсулинозависимый, он, то есть оно, это заболевание, как правило, встречается у старших лиц, как правило, в возрасте после 40 лет. В основе обоих форм диабета, как первого типа, второго типа, к сожалению, лежит так называемый генетический фактор, то есть болезнь может наследоваться. По данным Всемирной организации здравоохранения, заболеваемость диабетом в мире составляет примерно 347 миллионов человек. Высокая распространенность сахарного диабета обусловлена такими факторами, как снижение физической активности, стресс, избыточное употребление сладкой жирной пищи, наследственность. Как минимум 25% людей, страдающих диабетом, не знают о своем заболевании, не обращают внимания на симптомы, а в это время диабет постепенно разрушает их организм. Повышенный уровень сахара в крови приводит к разрушению сосудов, а это инфаркты и инсульты, отказ почек, снижение зрения, проблемы с ногами. Пациенты долгое время не ощущают признаков диабета. Появляется так называемый сух во рту, который человек раньше не ощущал. Ночью просыпается, рот весь пересох, он вынужден встать, полстакана или стакан воды попил, лег спать обратно. И потом ночью, скажем, несколько раз туалет начинает по-малому, как говорят, сходить, чего раньше не было. И это некоторых может насторожить, что такое. Не было таких ощущений, вдруг они появились. Внимательный человек все-таки пойдет к врачу. По статистике из тех, кто находится на стадии преддиабета, в стадию клинического диабета переходят 30-50% пациентов. Риск развития сахарного диабета второго типа увеличивается в два раза, если в суточном рационе преобладают животные белки. Каждый килограмм лишнего веса увеличивает риск развития диабета на 5%. Я с удовольствием скажу, что люди, страдающие сахарным диабетом, даже таким серьезной формой, как инсулинозависимый, кто получает инсулин, да, даже они способны есть и имеют сильное желание. Тысячи примеров эти люди, которые достигли в жизни, так сказать, больших высот. В каждой стороне находятся спортсмены, болеющие диабетом, смогли, вот, так сказать, научиться жить с сахарным диабетом, заниматься даже спортом, устанавливая рекорды. То есть это не приговор, что диабет, к сожалению, у вас установили. С диабетом спокойно, я бы сказал, даже не боясь, можно жить нормально. Каждый здоровый человек должен проверять свой уровень глюкозы в крови как минимум один раз в год. Наиболее точные показатели – натощак или спустя два часа после еды. Медицинский постулат «Диабет не болезни», а образ жизни подтверждает, что сахарный диабет полностью поддается контролю.